И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик, наконец-таки у нас выходит новый вулкан, я записывал видеоролик до данного интересного обновления с этой нагибаторской пушкой, вчера вечером на стриме, уже немножко потестировали вулканчик, потестировали, посмотрели на данный интересный и красивый скин ультра на данную пушку, для себя какие-то я уже определенные выводы сделал, и сегодня для вас хотел бы протестировать первое устройство, которое называется усиленные приводы наводки, устройство, которое стоит 20 тысяч, и которое я приобрел вчера, это единственное устройство, которого у меня не было, также имеются другие интересные устройства, которые мы пообозреваем в последующих видеороликах, если вам это все дело нравится, то конечно же прожмите на данный видеоролик лайк, и как только на данном видеоролике набирается 150 лайков, я понимаю, что нужно записывать следующее устройство, я думаю, что все устройства мы сможем вместе с вами пообозревать на данную интересную пушку, потому что мне реально есть что сказать, и сегодня по данным усиленным приводам наводки мы скатаем пару каточек в контроле точек, я думаю, что это тот самый режим, где можно на 100% реализовать данное устройство, расскажу вкратце, что вообще дает данное устройство, данное устройство дает никакого минуса, как у нас написано, я не знаю, насколько это достоверно, возможно там фиксится немножечко, небольшой процент урона, и дополнительно к этому всему у нас имеется просто нереальнейший быстрый поворот башни, при сводке, при, то есть уже раскрутке своих снарядов, вы спокойнейшим образом довольно быстро поворачиваете своей башни, как будто вы даже и не накидываете урон по противнику, если вы не знаете, то с любым другим устройством вы после того, как раскрутите свой барабан, вы уже не сможете так быстро поворачивать башни, и плюс при этом всем раскладе еще дополнительный буст имеется по углам вверх-вниз с данным устройством, а это значит, что вы довольно легко и просто можете поворачивать свои башни, при этом еще если у вас, например, противник будет находиться на мосту, а вы будете находиться снизу моста, вы будете, ну можно сказать, иметь автонаводку и спокойнейшим образом сводиться в данного молодого человека. Также хотел бы сказать, что это одно из тех устройств, на котором довольно-таки легко играться на мышке, как вы видите, уже сейчас в матчмейкинговых боях имеется довольно-таки неплохое количество резистов от вулкана, то есть если вчера данное количество резистов было довольно-таки маленькое, то сейчас уже в такой простой каточке уже имеется три резиста от вулкана, поэтому я играю на харьке и по сути минимизирую вообще шансы того, что меня будет уничтожать какой-то нагибатор, у которого будет резист 50%, я просто прожму на него овер и спокойнейшим образом смогу его забрать. Также, наверное, следующую катку я сыграю на мышке, я решил один бой сыграть на клавиатуре, дабы все ребята не жаловались в большом количестве, то что я играю на мышке, то что камера сильно дергается и вам это сильно не нравится, поэтому сыграем сегодня одну катку на мышке, но для меня это устройство, наверное, одно из тех, на котором надо просто брать, включать мышку и играть. Оно настолько кайфовое, настолько удобное в повороте, ну во всем вообще, мне очень сильно понравилось, и если посмотреть вообще на цены устройств на вулкан, то есть есть за 150 тысяч, есть там еще больше, да, и посмотреть на это устройство, которое стоит 20к, это, наверное, самые отбиваемые 20к, которые только могут быть. Сейчас я уже вообще без пота, как вы видите, за 3 минуты буквально набил 140 опыта, да, если сейчас немножко прожать пару правильных овердрайвов, то я думаю, что можно еще больше накидать и спокойнейшим образом тут вообще оторваться, но главное, это, конечно же, игра на команду, игра на победку, и давайте, времени довольно-таки много, стараться забирать точки, стараться не отдавать эти точки противнику, вот сейчас я вижу, что, например, сверху нужна помощь, прожмем здесь овердрайв и попытаемся быстро уничтожить один танк, уничтожить второй танк, ну и уничтожить, конечно же, третий танк. Теперь можно накидать сюда, ну вы просто понимаете, да, что это такое, вы понимаете, да, чем больше расстояние, не настолько эффективно вы наносите большое количество урона, то есть у вас снаряды летят помедленнее при больших расстояниях, но в общем и целом даже с большим расстоянием можно спокойнейшим образом наносить большое количество урона по противнику, как вот я сделал, например, прямо сейчас. Ну и Харёк, наверное, самый лучший корпус, с которым вы сможете накидывать с данным интересным устройством. К слову, я играю вообще, наверное, сейчас без резистов от противника, но я, наверное, даже и не буду ничего менять. Можно было бы, конечно, еще переодеть резист, одеть от троих, но у меня что-то интересное взято было, где-то я такое интересное вчера, наверное, таки одевал. Ну, пусть будет, возможно, вот такой шафтик, который сейчас мне прилетел от меня, меня спас его выстрел, и я, соответственно, продолжаю здесь жить, прожимаю здесь аптечку. Есть у меня здесь овердрайв, но есть и проблема в том, что уже нет аптечки, я не знаю, честно говоря, стоит сейчас прожимать овер или не стоит. Давайте попытаемся сейчас сюда накинуть урон. Кстати, с углами вверх-вниз что-то, ну, не совсем так все круто. Вроде как с этим устройством углы должны быть поприятнее, но если смотреть это, например, перед мостом я буду стоять, человек будет, вернее, танк будет противника стоять на мосту, то у меня с верх-низом будет вообще все великолепно. Но если сверху моста стоять, то вы видите, что не такие уж и замечательные углы у нас получаются. Но главное, сейчас давайте попытаемся позахватывать точки, потому что уже 4 точки контролирует противник. Я попытаюсь хотя бы сейчас здесь одну забрать. Одного молодого человека я здесь найду. Самое плохое, то что занерфили после выхода осады захват точек в плане того, что расстояние теперь надо намного больше сближать, дабы контролировать точку. Если раньше вы могли стоять, наверное, полтора-два танка от нее и при этом контролировать, то сейчас это максимум полкорпуса и все. И все, все, что вы сможете иметь, это полкорпуса, отдаление от точки, иначе дальше у вас уже, вот видите, полкорпуса есть, дальше уже все. Захват у вас не идет. Поэтому такие тоже обновления происходят в связи с тем, что появляются новые режимы, где расстояние меняется. И не знаю, честно говоря, зачем было это менять. И, как по мне, ну не совсем, не совсем удобно. Так, ладно, что касаемо катки. Что-то мы тут явно очень сильно сливаем. У него пэшка двоечка, пять точек, грубо говоря, сейчас у противника находится. Минуты еще есть. В принципе, отрыв еще, ну, не такой существенный. И, наверное, можно было бы сейчас попытаться скрутить этот отрыв. Давайте солью одного. Блин, там мой хп осталось, мол, дал человек. Вообще ноль, просто ноль. Ай, он еще и овердрайв прожал. Первое место есть, но победы у нас нет, и это очень плохо. Поэтому попытаемся сейчас сыграть еще вторую каточку. Наверное, не самая удобная карта в плане того, что я хотел, наверное, поиграть на какой-нибудь средней дистанции. Да, здесь более большие такие территории, и бывает зачастую вы не находите такое большое количество целей с овердрайвом на харьке. Но явно это не какая-то отмазка. Здесь, может быть, что-то просто пошло не так. Ну и данную катку мы уже 100% сольем. Даже, может быть, сейчас сольем ее и досрочно. 20 секунд остается до конца. И шансов уже как бы нету. Ну и сказать, что моя команда жестко потела и старалась выиграть данный бой, я тоже, наверное, таки не могу. Но мы не будем отчаиваться. Сейчас у нас пойдет новая интересная каточка. Я попытаюсь реализовать ее на максимум и скатать, конечно же, конечно же, на мышки. Сейчас у нас, к слову, в игре еще и x2 фонды. Можно кристалличков немножко подфармить. Ну, я особо в матчмейкинге в последнее время, как я уже говорил, не сижу. Поэтому для меня, наверное, это не так важно. Закидывает в катку 3 минуты 40 секунд до конца. Довольно интересно, когда меня просто берет и критует. Да, замечательно. Давайте быстро попытаемся обновиться. Не знаю, с чем это был связан данный крит. Возможно, со входом на мышку какой-то дополнительный крит появился. Надеюсь, что сейчас я вернусь в катку, будет все замечательно. Сразу появится полная панель, потому что с данными новыми устройствами на Вулкан, с ультраскинами, с новыми эффектами появились новые баги, новые крит-ошибки. Да-да, не удивляйтесь, новые криты тоже появляются. Ну и, благо, сейчас его не выскочило. Если бы выскочило, я бы вам, наверное, про него немножко больше рассказал бы. И показал бы вообще, как это работает и как это все дело можно, конечно же, пофиксить. Ну ладно, у нас катка 3 минуты до конца. Зашел я уже здесь у нашего первого молодого человека довольно небольшое количество... Вернее, довольно большое количество опта. Ну и попытаемся как-то сейчас вырваться. Ну и главное, выиграть, наверное, этот бой. Здесь уже можно подзажимать. Хорошая карта имеется для этого. И плохо, конечно, что я сейчас выстрел не выдержал. Если бы выстрел дополнительный выдержал, было бы все вообще замечательно. Имеется гаусс. Даже два гауса против. Возможно, стоит сейчас поменять резист, например, от шафта и взять резист от гауса. То, что, наверное, я и сделаю. И еще у меня резист от вулканов. Вулканов против я тоже не вижу. Уже вулканов довольно-таки мало. Вчера их было, когда все тестировали побольше, побольше. Откровенно говоря, их было побольше. Так, что у нас по точкам? Данного молодого человека я забрал. Хорошо, мне надо сейчас бы, наверное, пробел отжать. И уже прожимать овер. Пытаться накидывать урон. И желательно, как можно, больше урона. Давай. Блин, не попадаю. Сейчас попадаю. Попадаю, попадаю. Отлично. Великолепно. Просто, ну вот, эта пушка такая, если вот нравится вам стоять на месте, например, зажимать, да, то можете ее использовать. Раньше, конечно, на ней можно было творить побольше крутых вещей. Но сейчас, если вам интересен вообще, интересно мое мнение, что касаемо баланса данной пушки, то я считаю, что она находится вот прям, не то, что она имба. Она не имба прям лютая, но и не та пушка, на которой вы не станете играть. Она находится сейчас реально в балансе, и с такими интересными устройствами имеет смысл быть, и стоит вообще на ней играть. Это вот я вам точно гарантирую. Поэтому, если вы хотите найти, например, устройство на вулкан, и чтобы еще при этом раскладе довольно-таки немного потратить кристаллов, то вы можете спокойнейшим образом купить данное устройство за 20 тысяч крисов, и ни в чем себе, наверное, таки не отказывать. Ладно, что касаемо боя, мы уже немножко начинаем сливать. Мне было бы неплохо сейчас БДДшку где-нибудь найти, но ладно, можно и уйти на респ. 3-0 УПшечка, неплохая УП. 40 секунд до конца, и, блин, еще один проигранный бой. Я, честно говоря, не хотел здесь проигрывать. У меня есть овер, и мне было бы неплохо, наверное, сейчас попытаться забрать вот эту левую точку. Но вот что касаемо времени со скруткой, вот здесь у нас имеются уже определенные проблемы. Я, наверное, думаю, что я уже не успею ничего скрутить. Еще и у нас там точка уходит дополнительная по центрику. А может быть и успеем. Нет? 5 точек, 5 точек, 5 точек, 5 точек, 15 секунд. Нет, похоже, не успеем. Обидно. Обидно, что не успеем. Хотя, казалось мне, что реально было бы еще ее выиграть. Одна точка, а может скрутиться? Может скрутиться? Нет? На ничью хотя бы. Нет. Одна точка все-таки проигранная. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Довольно-таки короткий, как вы и просили, чтобы я не записывал довольно длительные видеоролики. Постараюсь по максимуму информативно пообозревать каждое устройство. Если вы это поддержите, если вам это нравится, то, понятное дело, что они будут выходить не подряд. Хотя бы через одно, дабы у вас не было уже отвращения к данной пушке. Меня, честно говоря, все это дело одушевило. Если вы вчера были на стриме, вы видели мою реакцию. Вы видели, как я все это дело смотрел с первого своего взгляда. И есть определенный новый геймплей, который я хочу вам показать. Я протестирую, как я уже сказал, все устройства. И для каждого устройства можно найти определенный подход и сыграть на них не в одном каком-то режиме. То есть не все устройства нагибают во всех режимах. А есть, например, как наводка вот этой приводы, которой я сейчас одел устройство. Оно лучше в контроле точек, лучше в команде на команду. Но его не стоит, например, использовать там где-нибудь в захвате флага, в штурме, в регби. То есть оно не такое удобное там. Есть другие устройства, которые удобны в других режимах. И все это дело, конечно же, я вам покажу, расскажу уже в следующих видеороликах. Ну, а на этом данный видеоролик подходит к концу. Если вы еще до сих пор не поставили на него лайк, то обязательно забудьте это сделать прямо сейчас. Также не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.